Давай-давай-давай, ровненько, ровненько. После школы я поступила в мед. Был какой-то романтизм, было желание спасать людей от сами себя, видимо. И я поступила, ну, на врача поступить не получилось, баллов не хватило на бюджет, я имею в виду. Я поступила на медсестру. Три года я отучилась, потом все-таки отчислилась. К автомобилям не наблюдалось никакой тяги с детства, вообще никакой, не было интереса учиться водить, не было интереса вообще что-либо делать, связанное с автомобилями. Но однажды я просто шла по Питерской улице и проходила мимо такой территории, на которой находились боксы. Была большая вывеска шиномонтаж, открытые металлические ворота, и за этими воротами я вижу, как люди в комбинезонах, они ходят вокруг станков, что-то делают, такие суетливые, чем-то занятые, озадаченные. И у меня мелькнула мысль, что было бы интересно научиться шиномонтажу, интересно, получилось ли бы это. И я поделилась этой мыслью с родителями. Я говорю, я хочу научиться шиномонтажу. На тот момент я даже, честно говоря, не имела представления, что это за профессия, в чем состоит, в чем ее суть. Просто я увидела это слово и решила, что надо научиться. И это совпало как раз с тем периодом, когда близкий друг нашей семьи, он шиномонтажник уже с большим стажем, уже лет 10 на тот момент работал на шиномонтаже, он раскручивал новую точку шиномонтажную, и его тоже так же неожиданно посетила мысль, которую он поделился с моими родителями, тоже независимо от меня, не знаю еще о моих желаниях. Он сказал, вот у меня появилась идея найти помощницу девушку. Ну, мне кажется, это было бы интересно, это было бы здорово. Нигде же на шиномонтаже нет девушки у нас по городу. В России-то есть, он, по-моему, в Ростове видел или в Краснодаре. Вот. А у нас нету. Вот будет здорово. Только где ее взять? А родители привели меня. У этих дисков эта проблема, они стальные, они ржавеют. И когда их борта ржавеют, между покрышкой и диском нарушается герметизация, то есть эта ржавчина, она забивает пространство и начинает пропускать воздух. Веришь, страшно этим заниматься вообще? Девочка и вот такая тяжелая мужская работа. Ну, я занимаюсь этим почти пять лет, так что уже, наверное, не страшно. Не видите грязь? Так, проверяем покрышку. Нигде ничего у нас не торчит, никаких гвоздей, саморезов, ничего нет. Покрышка целая. Откладываем. Вот в чем плюс женских рук, они более нежные и не заметят другую сторону. Это да. Дело только в диске. Надо зачистить посадочные борта для покрышек, то есть в них проблема большая. На самом деле, ну, мне было 19 лет и родители не особо, скажем так, всерьез восприняли это желание. Они решили, что у меня хватит на две недели, ну, может, на месяц. Так, поработаю, попробую, знаю, что это такое и убегу. Ну, почти пять лет. И пока не собираюсь бросать. Я поработала на шиномонтаже, ну, наверное, месяцочек. И я решила, что мне, конечно, надо научиться водить, потому что, ну, довольно странно. Я работаю с автомобилями, а водить не умею. Я пошла в автошколу, я собрала сама на нее денежки. Пошла в автошколу, отучилась, получила права. Но первую машину смогла себе позволить, конечно, попозже. Наверное, ну, 21 год мне был, когда я купила свою первую машину. Это была иномарка старенькая-старенькая, Passat, Volkswagen Passat. 91-го года, по-моему, старше меня. Я вообще разваливающийся, умирающийся, за 40 тысяч я его купила. И как раз и начала заниматься вот этим ковырянием в машине. Я покупала запчасти, которые там ломались, а ломалось там каждую неделю что-то. И сама их меняла. В основном я все в нем поменяла сама, наверное, кроме каких-то таких серьезных элементов ходовой, как рулевая рейка. Ну, то есть и лобовое стекло тоже не я меняла. Все остальное я делала сама. Сейчас у меня 99-е. Я уже на ней, получается, сколько? Гораздо больше года. И вот я к ней привыкла, полюбила, и сейчас я ею довольна. Ну, первое время было тяжело. Но сейчас я привыкла. Сейчас я, плюс к тому, я занимаюсь. Я езжу, значит, на автодром, на Хадарцево. И прям занимаюсь вождением через день. Я тренируюсь, я делаю разные элементы, по много раз их повторяю, отрабатываю. Вообще, да, это называется фигурное вождение. Это вид спорта. По большому счету, к сожалению, у нас масштабно эти соревнования на данный момент не проводятся. Где-то в России они, может, и проводятся, у нас нет. А так, это очень интересные соревнования со своими правилами, со своими нормативами. Ну, пока мы это все практикуем в рамках очень такого маленького нашего женского клуба. У нас, наверное, девчонок, ну, семь, вообще немного. И мы вот так соберемся на этой площадке, просто друг для друга, скажем, проводим эти соревнования, засекаем время, проходим определенную трассу с определенными препятствиями. Это очень интересно. Ну, меня это очень увлекает. В плане машин, ремонта машин я тоже пошла дальше. Я поступила в наш техникум, бывший ГМТ, сейчас Владикавказский орден дружбы народов, политехнический техникум. Я поступила на автомеханика. Сейчас я учусь на третьем курсе. Надо прибегнуть к тяжелой артиллерии. Покрываем тонким слоем. Слишком много мазать не обязательно. Это только будет во вред. Стараюсь, да. А ты не чувствуешь определенный сексизм со стороны водителей, когда приводят машину, видят, что девочка... Как не чувствую? Конечно, чувствую. Я не то, что чувствую, я его вижу, я с ним сталкиваюсь. Но справедливости ради я скажу, что все-таки он в меньшей степени, нежели нормальное, даже хорошее отношение ко мне. Все-таки положительной реакции в мою сторону, как ни странно, намного больше со стороны жителей нашей республики. Ну, сейчас, например, я работаю все-таки одна. Раньше, когда я начинала, я около трех лет проработала в коллективе, именно в мужском коллективе, то есть ежедневно. Я нахожусь в одном боксе с двумя-тремя мужчинами, мы с ними работаем с утра до вечера, мы постоянно вместе. И это могло, наверное, вызывать какие-нибудь такие едкие замечания, какие-нибудь шуточки. В глаза никто мне ничего такого не говорил. Но я уверена, что за глаза что-нибудь дозвучало. Но сейчас здесь бокс, можно сказать, только мой. Я работаю одна. И, в принципе, сейчас каких-то таких поводов слишком сильно компрометировать меня нет. Да, конечно, клиенты приезжают, мужчины, ну, клиенты, клиенты в равной степени и женщины приезжают. Клиент загоняет машину. Чаще всего он выходит из бокса, куда-то уходит, ему скучно здесь стоять. Чаще всего. Ну, поэтому, в принципе, с этим все нормально на данный момент. Сложности были. Может, еще будут, не знаю. Но все хорошо. Изначально, когда я пришла на шиномонтаж, я очень боялась. Я внутренне готовилась к войне, скажем так. Я думала, это каждый день будет какая-то пытка. Ну, все оказалось попроще. Хотя, конечно, не обошлось без периодов, скажем так, опускания рук уже, когда думаешь, что надо уже эту затею дурацкую оставить, ничего не получится. Были такие периоды. Меня поддерживали мои коллеги, мои друзья, даже мои родители. Они все-таки меня поддержали. И, наверное, благодаря им всем в совокупности, сейчас я уже работаю в одиночку, как полноценный мастер. То есть сейчас я уже не помощница, не подмастерье, не просто рекламка шиномонтажа. А я работаю одна и работаю вполне себе полноценно, успешно. Конечно, работать надо много, ты будешь уставать, но будет тебе хватать на содержание своей машины, на помощь близким, на содержание жилья. Вполне, вполне. То есть не нищенствуем, скажем так. Конечно, хотелось бы расширяться, но я хочу расширяться в том смысле, что осваивать какой-то новый вид деятельности. В частности, это покраска и полировка дисков. Ну, это пока прямо в перспективе. Не могу сказать, что я прямо вот уже что-то начала. Такого нет. Пока нет времени, честно говоря, нет ресурса пока что. Но в мыслях есть, потому что это очень интересно на самом деле. В плане того, чтобы заняться какими-то другими ремонтными работами в машине, ну, пока не знаю. Не знаю. Не могу сказать, что прямо планирую что-то или хочу чего-то. Меня, моя профессия устраивает, она мне очень нравится. Открывать свой собственный шиномонтаж? Тоже не знаю. Не могу сказать, что прямо вот хотелось бы. Свои станки, свой инструмент? Да. Конечно, хотелось бы. Ну, арендовать помещение, поставить свои станки и работать на себя. Почему нет? Вот что-то такое в планах есть. Грязь с дисков необходимо счищать, потому что она создает довольно ощутимый дисбаланс. Буквально до того, что на большой скорости руль может бить исключительно из-за грязи. То есть стоит его просто почистить, и все станет нормально. Поэтому перед балансировкой грязь обязательно счищаем. Я забила программу диска. Это значит, что станочек сам высчитал расстояние от измерительного стенда до самого диска, диаметр диска непосредственно и ширину диска. И уже исходя из этих измерений, он высчитывает дисбалансы. Показывает мне на дисплее. Показывает мне места дисбаланса, и я набиваю необходимый грузик. Сейчас. Вот так. 10 граммов сюда. И 10 граммов снаружи. Помимо моей профессии, мне нравится вождение, мне нравится спорт. Я не профессиональна, я просто посещаю тренажерный зал, занимаюсь для себя. Мне это доставляет удовольствие. Я в спорте все-таки без малого всю жизнь. То там, то сям. Я боевыми искусствами занималась, штангой занималась. Какой-то малюсенький период был даже конного спорта. То есть спорт. Ну и помимо всего этого, я очень люблю литературу. Я очень люблю читать и художественную литературу, и научно-популярную литературу. Даже здесь в боксе, когда у меня нет работы, я в основном сижу читаю. Мне очень нравится поэзия. Я пишу стихи. То есть это тоже просто хобби. Это просто вот такое случается, снизошло на тебя вдохновение. Я пишу стихи. Конечно, бывает, ты уже устанешь так, что ты просто доползаешь до кровати и сразу засыпаешь. Какие там стихи, какое там что. Но все-таки бывают периоды вдохновения. Я пишу. А ты просто декларируешь сейчас, что в блоке стоит? Наизусть. Даже не знаю. Как-то мне неловко. Нет, наверное, наизусть не вспомню. Я сейчас буду нервничать, заикаться, все забуду. Лучше не надо. Чтобы содержать себя, мне необходимо работать целый день. То есть если когда-то финансовая составляющая мне позволит работать половину дня или, скажем так, не каждый день, то я наверняка обязательно пойду куда-нибудь, чему-нибудь новому научусь. Потому что на самом деле человеку необходимо учиться чему-то новому. Это прямо необходимо для нормальной работы мозга. Я часто об этом думаю. И я понимаю, что я счастливый человек. Я утром просыпаюсь, и я иду на работу, которая меня не напрягает. То есть мне кажется, в этом есть счастье. Я общаюсь с людьми, и я от многих слышу. Как мне не хочется идти на работу. Как мне это надоело. Что-то вот в этом духе. У меня такого нет. Ну, бывают моменты какого-то эмоционального напряжения, выгорания, физической усталости. И в принципе я могу себе позволить не пойти на работу. То есть я утром просыпаюсь, и я могу решить, что вот сегодня я не иду. У меня здесь нет жесткого графика. По сути, ну, я сама решаю, когда мне приходить, когда нет. Естественно, я прихожу, стараюсь, во всяком случае, каждый день. Потому что от этого зависит мой доход. Но в целом, если вот я проснусь и пойму, что у меня нет сил, у меня нет желания, я просто не пойду. На следующий день это пройдет, и я приду на работу. Поэтому я считаю себя счастливым человеком. У меня хорошая крыша над головой. Да, мы живем дома, в родительском доме. У меня семья жива, здравствует. У меня все хорошо в личной жизни. У меня есть учеба. У меня есть вот машина. Ну, то есть, у меня есть все. Не могу сказать, чтобы вот мне чего-то там не хватало, я о чем-то так сильно страдала или еще что-то. Нет, слава богу. И я всем желаю того же, чтобы была вот такая удовлетворенность своей жизнью. И работой, и досугом, и домом, и всем остальным.